приветствую вас уважаемые любители выпить ваше здоровье сегодня покажу весь процесс как я произвожу прекраснейший продукт на вот этом вот аппарате во всех так сказать деталях постараюсь покороче но как получится вот этим самогонным аппаратом вот как видите он такой уже видавший пользуюсь я где-то около года могу наверное не стесняясь рассказать его все плюсы и минусы ну плюс какой работает вот у меня аппарат такой если не ошибаюсь 13 литров и вот такие есть канистры 13 литровые вот я в них готовлю сахарную брагу хочу почему рассказать об этом всем потому что ну как мне показалось большинство видео на ю тубе либо магазины их готовят либо магазины являются какие это самогонных аппаратов или вещей для самогоноварения являются спонсорами поэтому люди начинают рассказывать нести всякую чушь для того чтобы в магазинах продавалась всякая хрень когда я начинал это дело я тоже думал что надо покупать какой-то бентонит там еще что-то осветлять брагу нихрена этого не надо это лишние ненужные затраты ну конечно если хотите поддержать какого-то продавца поставщика всех этих вещей то пожалуйста значит если вы делаете сахарную брагу вот я делаю объемчик такой чтобы у меня хватило на один залив поскольку у меня аппарат 13 литров заполнять его желательно не больше чем там где-то на две трети чтобы сверху оставалось место беру 9 литров воды и два килограмма 250 грамм сахара и вот этот объем когда перебродит я его не закрываю кстати делаю гидрозатвор это очень удобно во первых видно как это все бродит булькает видно когда перебродила а во вторых если вовремя вот нет у вас времени выгнать перебродила допустим за неделю и даже если еще неделю две простоит под гидрозатвором этой браги ничего не будет она не скиснет наоборот она еще лучше осветлится так вот когда перебродила беру я вот так никаких ни бентонитов ни фильтрации брах глупых я не делаю это все чепуха а беру я так прямо отсюда без никаких краников вот так аккуратненько переливаю 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 и где-то с пол-литра когда остается у меня начинает тут сильная муть идти дрожжи осевшие я раз остановил и те пол-литра выбрасываю остальное начинаю перегонять как я делаю перегонку покажу сегодня не на сахарной браге она более таком сложном процессе ну нельзя его назвать сложным чуть чуть сложнее чем перегонять сахарную брагу может быть или точнее есть некоторые нюансы на зерновой браге вот она у меня здесь перебродила буду перегонять хотя вот все осела очень красиво но я не буду сливать вот этот вершок и перегонять чистенько я буду перегонять вместе с той крупой которая осела для этого так перемешаю буду отбирать и переливать сюда три раза по 5 литров заливаю перегоняю первые 5 литров и начнем наливать а почему собственно говоря я буду делить это все на три части ведь 15 литров разделить на 2 это будет где-то семь с половиной то есть это вполне нормальный объем для моего самогонного аппарата чуть больше половины объема но брага зерновая она может сильно пениться когда я буду перего делаю первую перегонку первую перегонку я делаю отбор с головами хвостами соответственно все лишние приборчики которые здесь висят при чандалы так сказать надо снять но этот самогонный аппарат такая у него конструкция вот то недостатках кстати нельзя вместо вот этого сухопарника напрямую подключить холодильник потому что вот не влазит не станет он сюда и когда я перегонял раньше зерновые браги наливал объем побольше и начинало пениться но я же этого не вижу он не прозрачный начинает попадать это все сухопарник но это как бы не страшно но дело в том что я все равно этого не вижу а вижу я это когда уже сухопарник у меня полный и начинает это брага идти прям полным ходом вот сюда на выход что совсем плохо и в процессе для того чтобы его опустошить я вынужден его откручивать поскольку через вот эту фигулину которая вроде бы как сделана для оперативного слива флегмы сливать очень неудобно потому что если я его откручиваю начинает сюда фонтан бить то есть подставлять какой-то все время стакана это кипяток неудобно соответственно надо открутить этот сухопарник слить брагу которая в него набралась снова закрутить снова угадывать там какой нужно включить газ и таким образом мудохаться я стал поступать обходить эту проблему другим способом наливаю браги зерновой не больше половины в отличие от сахарной сахарной можно смело наливать литров 9-10 и таким образом работа и так как я сказал от размешал и буду треть этого объема наливать в куб треть браги которая у меня готовая я залил то здесь у меня где-то 5-6 литров всего браги ну теперь можно чуть-чуть выпить конечно за удачную съемку и удачную выгонку главное не переусердствовать вот видите какая брага пенная можно поступить следующим образом нагревать до градусов 70 и вот это колотить чтобы газа выходили я все люблю упрощать поэтому я собираю самогонный аппарат вот прокладочка сухопарник который к сожалению нельзя снять закручиваю производителю которого я купил это дело комплект давал такие барашки пластиковые потом прислал мне металлические такие но как я убедился всеми ими неудобно пользоваться потому что те пластиковые ломаются металлические неудобно оно все горячее если надо открутить вот легче всего такой прекрасный ключ автомобильный и вот они вот им зажимаются откручиваются на холодную горячую удобнее всего насколько сильно закручивать значит я уже приловчился когда вот силиконовая прокладка вот так немного вылезла где-то на миллиметр наверное этого достаточно потому что я этим ключом могу конечно зажать так что и пильки повырывает вот эта прокладка и вот эти пять болтов плохо держат я уже даже знаю в одном месте вот где-то вот здесь у меня постоянно вылетают пары и это плохо по двум причинам первое это небезопасно потому что варю я это все на газу и было такая даже такое что вот вовремя газ не прикрутил было давление большое и тут натекло потекло вниз и уже вот здесь вот аж на комфорте те спирты горели у меня что совсем не хорошо как вы понимаете то есть все должно быть герметично поэтому я беру муку добавляю чуть-чуть водички размешиваю и как в старые времена обмазываю этот самогонный аппарат вот здесь тестом тогда такого не происходит как я сказал к сожалению этот суп хопарник снять нельзя вот этот дополнительный я не ставлю при первой перегонке хорошо хоть его можно снять одеваю холодильник вот здесь вот соединение сделаны покажу вот таким вот образом вот благодаря вот этим уплотнительным кольцам все плотно хорошо зажимается при том не надо зажимать со всей дури не надо ломать так хорошо ключом поджимаю вот ключиком вот так поджимаюсь чувством чтобы не сломать ну так проверяю что вот это и или не крутилась совсем или только слегка могло прокручиваться и уже да все держит ничего не пропускает к этому претензий нету обмажу тестом сейчас покажу как я его делаю на всякий случай немножко муки водички подливаю пальцем расколачиваю до нужной консистенции значит это тесто не на блины поэтому вот эти комки не страшны вот где-то вот такое я его делаю чтобы она вот так как густая сметана что ли было потому что если сильно густое лепить из пластилина фигурки не хочется если сильно жидкая так она будет течь по всему кубу и дальше по так по кругу обмазываю можно было чуть погуще конечно жидковатая получилось но это не страшно что из положительного вот есть такая дырка то есть это место для термометра термометр данном случае вещь полезная я вот покупал весь термометра у меня термометр был вот такой я его даже в начале корректировал добивался точности но это по большому счету как я убедился не обязательно делаешь первую там перегонку вторую запоминаешь уже приловчился какие здесь циферки показывает даже не принципиально соответствует ли это реальным градусом но каждый раз уже знаешь вот сколько должно быть когда начинает течь когда там надо остановиться и так далее то есть вещь в принципе полезная но теперь вот это не надо ждать пока это тесто высохнет там еще что то вот так ставим на газ включаю максимальную мощность ну я не на самую большую горелку ставлю на среднюю и жду пока нагреется вот на плиту поставил включил газ и сразу подключаю трубки для подвода отвода воды отвод воды сверху подвод воды снизу но если вам воды не жалко включаете сразу подачу воды или же вот я по своему термометру если никуда не ухожу не отхожу а нахожусь здесь чтобы не прозевать этот момент где-то включаю подачу воды градусов на 70 80 по моему термометру потому что по моему термометру начинает идти первые капли обычно где-то в пределах 85 9 даже 80 90 градусов вот так в зависимости там от браги и так далее и сразу не дожидаясь пока там начнет капать я ставлю банку отдать для удобства проделал дырку тут небольшими прорезями чтобы это не было герметично это силиконовая трубочка моя в комплект она не шла и жду в таком состоянии почему в таком состоянии почему я не оставляю трубку чтобы она так просто висела мотылялась пока не начала капать опять-таки с точки зрения безопасности все-таки я работаю с газом с открытым огнем поэтому если прозеваю пойдет пар то этот пар сразу начнет факелом гореть это как вы понимаете не хорошо поэтому я для гарантии всегда ставлю так банку сразу же вот в данном случае мой термометр показывает 82 или 84 градуса что-то такое начало капать только начало капать я сразу газ прикрутил надо за этим следить чтоб не было там большого давления чтоб крупа не пошла в сухопарник ну и прикрутил она сейчас будет больше 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 бога за подрегулирую чтоб так хорошо текло покажу как ну естественно вода у меня уже включена холодильник работает ну вот вот так капает вот то чуть-чуть побежит то приостановится я стараюсь очень сильно газ не включать так регулирую и регулирую по чуть-чуть подбавляю чтобы выйти на какой-то максимум но на полной сразу не включаю и не держу на полной потому что во первых у меня брага зерновая вместе с зерном в кубе поэтому она может во первых пригореть во вторых как я говорил полезть вверх в сухопарник который я не могу снять то есть вот где-то вот вот так она у меня по чуть-чуть капает 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 когда брага сахарная и в кубе я заливаю объем больше то соответственно и течет получше вот вода у меня течет вот так ну бывает по-разному чуть больше чуть меньше во первых это будет зависеть от температуры самой воды которая в системе естественно если у вас скважиной добываете вы воду со 100 метров глубины то что летом что зимой температура воды будет одинаково если например в городе водопровод не глубоко зарыт в землю то зимой она будет холоднее летом теплее соответственно и больше меньше надо делать подачу воды проверяю я для себя достаточная вода недостаточная подача воды таким вот образом пробую чтобы не было самогонка которая течет теплой в банке можно пальцем потрогать чтобы не было теплое и во вторых вот здесь вот трубочка холодильника на выходе если она холодная значит все прекрасно вот эта трубочка если так рукой беру она холодненькая не теплая все хорошо если теплая беру напор воды делаю больше в холодильник подачу для того чтобы шло интенсивнее охлаждение то есть я для себя вот регулирую подачу воды таким образом вот мой термометр показывает почти 100 градусов и значит уже скоро эта выгонка закончится как я это проверяю вот когда я уже знаю по термометру в какие моменты мне надо приблизительно останавливаться начинаю отбирать в колбочку и как наберется спиртометром меряю сахарную брагу я отбираю до того момента пока у меня не упадет крепость до где-то 20 ну 15 процентов не больше не ниже а зерновую где-то 10 может чуть меньше 10 процентов спирта дальше уже просто нет смысла отбирать потому что уже капает еле-еле-еле и вот эти затраты там на газ воду если у вас вода с водопровода со счетчиком они уже не имеют смысла плюс это долго и нудно будет ну вот уже крепость вот этого отбора где-то процентов 9 спирта буду выключать раз сливать эту партию наливать следующую ну и так перегоню все свое ведро залил я следующую партию как и первый раз обмазал все тут тестом и что еще хочу сказать значит здесь взрывного клапана нет но даже если бы он был он не всегда может спасти поскольку он может просто-напросто забиться или быть некачественным о чем вы не узнаете никогда поэтому всегда надо следить за трубочкой если у вас уже во первых когда ставите то надо ее продуть проверить свободно ли она продувается все ли хорошо воздух идет а когда уже процесс пойдет начнет капать то желательно конечно хотя бы время от времени подходите проверять капает или не капает если не капает ага сгорит значит что-то не в порядке и надо за этим следить потому что если забьется то ай-яй-яй будет